Формы жизни весьма разнообразны, но официально принято считать, что разумные стадии существования достигли только млекопитающие. Создание ложной цели для атаки является одним из базовых инстинктов головоногих моллюсков. При опасности они выпускают обманное чернильное пятно, состоящее из меланины и слизи, по форме и размерам напоминающие самого моллюска. Хищник нападает на тень моллюска, позволяя самому головоногому изменить окраску и ускользнуть из-под носа незамеченным. Каракатицы и осьминоги являются чемпионами мира по маскировке. Они не только умеют менять свой цвет и текстуру кожи в мгновение ока, но и устраивают световые шоу, гипнотизируя свои жертвы. Это сложно описать словами, потому что в нашем опыте нет ничего подобного, поэтому предлагаю посмотреть материалы о каракатицах. Ученые в этих изучениях сравнивают каракатиц с инопланетными существами. Если низшие головоногие моллюски способны мимикрировать под другие существа или окружающую обстановку и гипнотизировать жертву, то если принять гипотезу существования разумных высших моллюсков, можно предположить, что они также невидимы для нас. Мы легко поддаемся гипнозу, потому полагаю, что разумным моллюскам не составляет труда оставаться незамеченными. Моллюски чрезвычайно разнообразны, количество их видов гораздо больше, чем позвоночных. От маленькой виноградной улитки до огромных головоногих океанических моллюсков они освоили все среды обитания, кроме воздушной. Моллюски являются чрезвычайно искусными строителями. Как не вспомнить вольных каменщиков? Их раковинами можно завороженно любоваться часами. В культуре Японии моллюски, в частности осьминоги, играют крайне важную роль. Созданная в начале 19 века японская аксилогравюра, известная под названием «Сон жены рыбака», имела громадное влияние на японскую мировую культуру, в том числе массовую. Оставляя за скобками морально-этическую сторону этого художественного произведения, скажу, что оно повлияло на творчество таких известных личностей, как Пикассо и Роден. А уже в наше время стала классикой целого течения в жанре хентай. Вишну одному из верховных индуистских богов изображают с раковиной моллюска, как одним из главных атрибутов. Раковины есть в руках многих других богов и богинь. Сам синий облик индуистских богов, синяя кожа, множество рук, как у голвоногих моллюсков, необыкновенная гибкость может свидетельствовать об их более тесном родстве с моллюсками, чем с позвоночными. Огромные раковины вымерших моллюсков называют аммониты и приписывают название Плинию Старшему, который назвал их рогами Аммона, верховного египетского бога. Из раковины моллюск родилась греческая богиня любви Афродита. Тотемными животными которой являются головоногие моллюски, включая каракатиц. Шумерско-акадский вариант богини любви зовется Истар, Иштар, Ашторет, Астарта, Эстер и т.д. Что, вероятно, совершенно случайно очень близко по звучанию к ойстер, то есть устрица, один из главных деликатесов среди моллюсков. Редкая женщина устоит перед природной драгоценностью, рожденной моллюском, жемчугом. Да и у мужчин, вероятно, играла фантазия при взгляде на раковины этих беспозвоночных. Не могу также не упомянуть Ктулху, вымышленного персонажа осьминога-рептилоида-гуманоида, который и сегодня широко популярен в массовой культуре. Количество сказок про морские чудища просто огромное. Интересно, что моллюски не издают звуки. В сказке русалочка превращается в человека, но теряет голос. Как могли бы выглядеть высшие разумные моллюски или их гибриды с человеком? Возможно так, как их изобразили на фронтоне национального дворца в Пене, расположенном на высокой скале в городе Синтра под Лиссабоном. Бурная фантазия художника – может быть, может быть. Обратите внимание на узор из сплетенных щупалец с присосками, проходящие за плечами этого змеехвостого существа. Эти узоры с морскими и сухопутными моллюсками – характерная особенность отличительного для португальской архитектуры мануэлинского стиля. Однако в мануэлинском стиле в том же дворце Пена в горах Синтра, с противоположной от змеехвостого моллюской стороны, хорошо заметны все те же присоски на обломках щупалец. Впрочем, это окно является лишь поздним подражанием настоящей жемчужине архитектуры Португалии – окну в храме последнего оплота тамплиеров, полному символизма и загадок. Ходит легенда, что англичане хотели выкупить это окно у португальцев, оплатив весь государственный долг. Что такого нашли англичане и португальцы в этом окне высотой несколько метров. Обратите внимание на голову в шляпе, ее словно опутывают щупальца спрута, опускающиеся сверху к затылку. Вот еще деталь из другого средневекового замка в португальских горах. Знать, как известно, голубых кровей. В отличие от рептилий, имеющих подобно людям красную кровь и позвоночник, у головоногих и у некоторых брюхоногих моллюсков кровь при соприкосновении с воздухом становится именно голубой. Из-за того, что вместо гемоглобина содержит гемоциан, основанный на меди, а не на железе. Знать, живущие в замках моллюски? Каким бы невероятным не было это предположение, у него есть несколько косвенных подтверждений. Что за странная мода узнать и на рогатые прически и длинные шлейфы взять хотя бы известный портрет Изабеллы Португальской. Согласитесь, есть что-то неестественное в облике Изабеллы и определенное сходство с улиткой. Отличная возможность спрятать улиточные рожки под головным убором, и такая прическа далеко не единичный случай. Чем не моллюск улитка справа на этом манускрипте? А что же мужчины? Одни носили странный воротник Жабо, который словно держал их голову вместо шеи. Другие же заковывались в неудобные латы, чтобы захватывать новые земли. В связи с этим интересен пересказ о Сукарельской истории Ивара, которого официально именуют бескостным, безжалостного завоевателя, неистового воина, легендарного вождя датских викингов, завоевателя Англии. Если это человек с патологическим заболеванием костей, как вообще он мог выжить в средние века? Если же это моллюск, наподобие сухопутного осьминога, то его необыкновенная сила, безжалостность и боевые успехи получают некоторое объяснение. На мой взгляд, крайне неудобные в бою доспехи были ничем иным, как экзоскелетами для голубокровой и бесхребетной знати, которая относится к моллюскам. Обратите внимание на форму обуви у этих доспехов. Это тема блогера про Владимир, он первый выдвинул идею, что замки были чем-то вроде бассейнов для комфорта знати, а также на весьма странную форму доспехов. Знати почему-то требовались сырые помещения, окруженные водой с подземными водными резервуарами, присутствующими в каждом замке. Знать защищалась от солнца, носила странные одежды и головные уборы и строила для себя вот такие странные убежища. Добавлю, что осьминоги способны облачиться в такой доспех, просочившись через любую щель. Их пластичность просто умопомрачительна. Возвращаясь к Кивару Бескостному, легенда о его происхождении очень близка к легенде о мелюзине, двухвостом существе, которая обитала в замках в качестве супруги-властителей и якобы стала родоначальницей нескольких королевских линий. По легендам, и мелюзина, и мать Ивара несколько дней в неделю были нечеловеками и запрещали супругам приближаться к себе. Часто мелюзину изображают рептоподобные, однако несколько хвостов, щупалец, потребность в водных процедурах, отсутствие у потомков костей, говорит скорее о близости к моллюскам, чем к рептилиям. Если предположение верно и в прошлом Земли была глобальная война, то всем формам жизни пришлось приспосабливаться, адаптироваться к изменившимся условиям среды. Для адаптации живым организмам необходимы специфические вещества типа корня женьшеня или панты северных оленей, которые принято называть адаптогенами. В активной зоне Чернобыльской аварии произрастает так называемая черная плесень. Она адаптировалась к гамма-излучению благодаря меланину, который и определяет ее окраску. Меланин вырабатывается в нашей коже для защиты от ультрафиолетовой радиации. Он возглавляет список природных адаптогенов и присутствует практически у всех животных и птиц, определяет цвет кожи, волос, шерсти, перьев. Людей, у которых нарушена выработка меланина, называют альбиносами. Но как связаны меланин и бесхребетные моллюски? В отличие от нас, цвет их кожи определяется совершенно по-другому, но вот чернила головоногих моллюсков – это практически чистый меланин. Каракатицы уже рождаются с запасом меланина, прекрасно приспособленные не только замаскироваться от врагов, но и противостоять сильным изменениям окружающей среды, в том числе проникающей радиации. Разумные моллюски, защищенные тонким металлом доспехов и мощнейшим природным антидотом, обладающие огромной силой и умом, стали захватчиками, для которых нет преград, начав с прибрежных зон, островов и полуостровов и постепенно подмяв под себя всю планету. О глазах осьминогов светится разум. Кстати, устроены глаза осьминогов так же, как у человека. Зато ум у моллюсков устроен совершенно особенным образом. Бывает, что люди думают не головой, а другими частями тела. У моллюсков это является нормой и в щупальцах головоногих гораздо больше мозгов, чем в основной голове. Так, к примеру, одно из щупалец головоногих моллюсков имеет отдельное название – гектокотиль, и некоторое время считалось отдельным существом. Дело в том, что эта видоизмененная щупальца самцов отрывается от тела, захватывает парочку спермотофоров со спермой своего бывшего владельца и отправляется в самостоятельное плавание в поисках самки. Без хорошо развитого мозга в щупальце и органов чувств такое поведение гектокотиля было бы невозможно. А теперь представьте, что у вас не один мозг, а восемь или даже больше, действующих независимо и дополняющих друг друга. К слову, сердец у осьминога тоже несколько, одно центральное и два жаберных. По всем статьям эти существа более совершенны, чем люди. Предположим, человечество в средние века было захвачено вот такими существами. Почему же мы все еще живы? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. То ли мы низведены на уровень стада, которое доят и потом пускают на мясо. То ли наш генофонд помогает им лучше адаптироваться, то ли есть другие причины, я не знаю. Холодный расчетливый ум, видимые результаты осуществления плана тотального контроля при невидимых управленцах планеты Земля – странная история средних веков, больше похожая на постапокалиптический захват управления голубокровой странной знатью и устранение свидетелей и свидетельств. Ложные и обманные гипотезы прошлого – все это начинает складываться в более-менее целостную картину, если допустить сам факт существования разумных существ иной нечеловеческой природы. И возможно эти существа именно бесхребетные моллюски. Есть предположение, что моллюски, проводя экспансию, занимались гибридизацией людей, изменяя человека на уровне ДНК. И в итоге все мы сейчас имеем ту самую лимфу, которая стала составной частью каждого человека и не только. Смотрите на канале плейлист «Гидро». Это оказалось тотальным биологическим оружием, что повлияло на глобальное изменение фауны и продолжительность жизни, которая сократилась в десятки раз. Отсюда вся наша инфантильность человечества, поскольку мы умираем в юношеском возрасте в результате дикой изношенности организма, как при той самой болезни прогирия. Вот вам и все кошмары Голливуда, нагоняющие ужас инопланетными червями, вирусами и всем тем, что действительно похоже на гидру, захватившую все живое на планете изнутри, за исключением насекомых. Есть масса картин и даже фотографий уничтоженных и засыпанных замков поистине циклопических размеров с бассейнами внутри, в которых, как предположил Провладимир, проживали высокоразвитые моллюски. Возможно, эта экспансия гидро- и моллюскообразных произошла в период 13-17 веков. И где-то в районе 17-18 веков все эти замки были засыпаны самым варварским способом сверху – обычным грунтом. Причем засыпались они, как обратила внимание на это лютик едкий, предметно, сверху, большой массой тысячами тонн за один прием. Отсюда разгадка недозасыпанности. В этом случае не было большой необходимости засыпать их полностью. Моллюски гарантированно уничтожались, поскольку обитали на нижних этажах. Представляете, сколько интересного можно было бы там под этими горами раскопать сейчас? Кто именно засыпал – тут вопрос открытый. Но экспансия велась конкретно на территории Римской империи. А Римская империя – это уже та сторона, которая сегодня является владельцем земли, так что засыпали, скорее всего, они. Хотя наши со строительных виман могли засыпать. Если, к примеру, они отбили территорию на какой-то момент, нам же сейчас неизвестно, как там шла война. Явно с переменным успехом. Вспоминаем, как Тартария захватывала Европу, а она как раз и была территория Священной Римской империи. Понятно, что такая гипотеза многим покажется сумасшедшей. То, что официальная наука даже не замечает этих фактов – это неудивительно. А то, что население в своей массе не интересуется тотальным валом артефактов, которые никак не лезут в историю – да это тоже можно объяснить за зомбированность, подмена картины мира, которая стала возможна в результате той самой внедренной в человечество прогирией. Как известно, память человека короткая, два-три поколения и можно переписывать историю заново.